Илья Сачков Всем привет! Мне бы еще презентация переделась бы. Меня зовут Илья Сачков. Я имею очень странную профессию. Я компьютерный криминалист. Это худшая профессия, чтобы знакомиться с девушками. Потому что, когда вы им говорите, что вы компьютерный криминалист, они обычно отворачиваются в другую сторону и уходят. Но сегодня я бы хотел поговорить на серьезную достаточно тему, что такое современная компьютерная преступность. Почему это, с одной стороны, страшно, почему, с другой стороны, это важно, с третьей стороны, почему это дает так много окон возможностей для людей, которые занимаются сейчас информационными технологиями. Вот на этой картинке такой парень залысенный, с правой стороны это я. Это 2015 год. И я от имени группа B подписываю соглашение о борьбе с компьютерными преступлениями с Европолом. Это аналог Интерпола. В этом году я подписал соглашение с Интерполом. Что вообще мы делаем? Мы делаем две вещи. Мы расследуем сложное компьютерное преступление. Две недели назад я завершил 150-е уголовное дело против компьютерной преступности. С другой стороны… Да, спасибо. С другой стороны, мы создаем технологии предотвращения, экспортируем их сейчас в 60 стран мира, в том числе в США. А начиналось все достаточно просто. Вот так. Это 2003 год. Я на первом курсе Бауманки. Вообще очень странно выбрал профессию. Я родился в Москве, на востоке Москвы, в самой обычной семье. И увлекался очень разными детективными играми. Я организовывал зорницу в Измайловском парке. Мне всегда нравились какие-то вот такие геройские штуки. Я поступил на кафедру информационной безопасности. И благодаря одному очень хорошему врачу я попал в Боткинскую больницу, потому что заболел фронтитом из-за того, что этот чудо-врач лечил меня гомеопатией. И когда я болел фронтитом, мне делали операцию. А кто-то, если не дай бог, болел фронтитом, знает то, что операция заключается в том, что вас без полного наркоза вам сверлят голову, местным наркозом. Очень забавное такое впечатление. И вам в капельницу колет морфин, и вам сверлят голову. Вам кажется, это самый прекрасный и очень важный момент в вашей жизни. Вот в этом состоянии меня привезли в палату, где ждал меня мой друг с набором книжек. Он почему-то подумал, что именно в этот момент мне хочется почитать. В этот момент мне действительно очень захотелось почитать, потому что мне все казалось имеет огромный смысл. И книжка, которая лежала сверху, это на самом деле правдивая история, она никак не связана с пропагандой наркотиков, но она связана с тем, что нужно читать. И сверху лежала книжка Кевина Мандиа «Расследование компьютерных преступлений». Я начал ее читать и понял, что это то, чем я хочу заниматься. Я отошел от этого состояния, выздоровел, вышел из Боткинской больницы и начал искать место в России, которое занимается компанией. Раз в Америке такие компании есть, они должны быть в России. В России их не было. Ну, то есть, в принципе, ни одной. Все продавали какие-то средства защиты, которые не работают, антивирусы, которые не работают тоже. Я пошел в единственное место в России, которое занималось расследованием компьютерных преступлений. Это было управление КА, МВД, киберполиция. Там мне сказали три важные вещи. Ты к нам не попадешь, ты должен окончить Бауманку, еще окончить академию повышения квалификации МВД, и ты должен постричься. С тем, что мне нужно стричь, я точно смириться не мог. И мне пришлось уговорить своих одногруппников, и мы открыли компанию. Сейчас у нас есть офисы в Москве, в Лондоне, в Сингапуре, в Майами, в Таиланде, в Ливане. В общем, спасибо большое управлению КА. Очень важное было мне сказать нет. Но рассказ не об этом. Мы делаем разные крутые расследования. Наша задача понять, как произошло преступление и привлечь преступников к ответственности. Последняя история. Северокорейские хакеры военные атакуют российские банки. Или, например, преступная группа Хрон, которая заражала огромное количество андроид-телефонов на территории России. Справа видно, что и слева в конце происходит, когда человек совершает компьютерное преступление. Испытываю в этот момент огромное удовольствие. Всякие такие бесконтактные вирусы, которые потрошат банкоматы. То есть банкомат стоит и начинает раздавать деньги. Это все существует абсолютно реально. Это происходит сейчас в 2017 году. Собственно говоря, вот этим мы и занимаемся. Но мой рассказ не об этом. Так как мы, ну, средний возраст у нас 27 лет у сотрудников. Самому младшему сотруднику сейчас 14 лет. Это девочка, которая учится, если не ошибаюсь, то ли в 9, то ли в 10 классе. Она после уроков приходит и у нас работает компьютерным аналитиком. Вот. Вот такие расследования проводим. То есть как хакеры воруют деньги в российских банках. Ну, достаточно много историй. И их стало настолько много, что мы стали популярны для разного рода кинокомпаний. Мы снимали фильм вместе с HBO. Он в этом году выйдет на экраны. С Vice, с Discovery, с BBC, с Первым каналом. Естественно, с Россией 24. Это так вряд ли можно назвать фильмом именно Россией 24. Но было интересно. Так вот, в 2011 году к нам приходит одна кинокомпания. И говорит, мы хотим снять фильм. У нас есть огромный бюджет. У нас есть крутой американский режиссер. Его зовут Дэвид Каплан. Мы хотим снять фильм про хакеров, чтобы он был правдивый. Не так. Вот черный экран, зеленые буквы. И такие ребята сидят и быстро все взламывают. А чтобы это было, как на самом деле происходит. Дэвид Каплан пролетел к нам. И выбрал в качестве истории абсолютно реальную историю, которая произошла в Америке в 2010 году. Когда было арестовано 37 российских хакеров во главе с, по версии прессы, самым сексуальным хакером мира, девушкой. Так она выглядела. Я не уверен, что я согласен с этим тезисом. Ее зовут Кристина. Но с точки зрения прессы это было очень медийно, потому что она действительно женщина. С этим мы с вами согласимся. И она хакер. Да. Ну то есть по поводу самой не уверен, но тем не менее. В общем, Дэвид Каплан провел у нас пару недель в офисе. И вот в этом году должен был бы выйти фильм. Вот так вот выглядит Дэвид Каплан, там IMDb и все такое. Параллельно с этим разворачивается другая история. С 2010 года мы занимаемся расследованием одной преступной группы, которая ворует деньги у европейских, американских и американских банков. Очень умные ребята. Очень огромный у них уровень интеллекта. Они постоянно меняют инфраструктуру. Долгое-долгое-долгое расследование. В итоге 2015 год, декабрь, мы находим часть группы. Часть группы находят другие правоохранительные органы. И происходит арест. Они происходят в Москве, в Москве-сити. Арестовываются люди, занимаются компьютерной техникой и документы. И выясняется, что всех, кого арестовали, это стопроцентные бенефицары. Для тех, кто не знает это слово, это владельцы. Кинокомпании, которая собиралась снимать фильм. То есть известная российская кинокомпания, которая выпустила и спродюсировала 25 фильмов, в составе которой входит 100 человек, ее владельцы – самые опасные компьютерные преступники в мире. И это тип обеления преступного дохода. И многим из вас сейчас кажется, что какие прикольные ребята. И представляется плакат из фильма «Хакеры». Вот этот плакат. Я, кстати, не смотрел этот фильм. Но постер именно такой я нашел в интернете. На самом деле все не так весело. Вот эти ребята – это часть новой организованной преступности. Мало кто понимает очень простой тезис. Мы сейчас живем в самое безопасное время уличной преступности. С точки зрения всей цивилизации, всей истории человечества. То есть вероятность умереть нам с вами сейчас на улице или во время вооруженного конфликта сведена к минимуму по сравнению с другими историческими промежутками времени. При этом наша популяция сильно выросла. От этого количество плохих и злых людей не стало меньше. Все эти люди находят себе применение в интернете при помощи информационных технологий. И по некоторым фотографиям видите, что лица у них совсем не симпатичные. Кроме всего прочего, многие из вас получали элементарные смс-ки «Мама, я попал в беду, положи мне 500 рублей на телефон». Эти люди, которые отправляют смс-ки, это уже классические обычные преступники, которые просто сидят в тюрьме и им нечего делать. Даже самые простые компьютерные преступления уже совершает обычная организованная преступность. Кстати, это первая лекция TED здесь. Я думаю, вообще первая лекция в вашей жизни, где можете сейчас заработать 5 миллионов долларов. Если вы знаете человека, который находится в левом ряду, во втором ряду с левой стороны, его зовут Славик. За информацию о нем FBI на данный момент платит 10 миллионов долларов. Поэтому в очередной раз, Славик, если ты нас слышишь, пожалуйста, вернись. Если вы знаете, где находится Славик, я предлагаю разделить. Все остальные сидят. Но вот Славик где-то, он где-то в России, ребят. Что еще можно сказать? Кто знает этого мужика? Молодец. Далеко пойдешь. А всем остальным обязательно нужно знать, что это за мужик, потому что этот мужик получил Нобелевскую премию. Мужика зовут, если мы умеем читать по-русски, Дэниэль Канеман. Он Нобелевскую премию получил в 2002 году по экономике, хотя он психолог. Этот человек написал множество гениальных работ о том, как наш мозг неправильно принимает решения. Это выгодно знать во всех историях жизни, особенно в безопасности. Наш мозг нас очень часто обманывает. Мы путаем теорию вероятности и интуицию. Мы много чего путаем. В общем, очень правильно читать Нобелевские работы. Почему это важно с точки зрения безопасности? Вообще, эта книжка, которую он написал, называется «Думай, медленно, решай быстро». Если вы эту книжку прочитаете за этот год, вы будете гораздо успешнее, чем все ваши сокурсники либо одноклассники, которые ее не читали, потому что вы не будете делать ошибок и наступать на грабли, на которые наступает человечество. Но разговор не об этом. Одна из иллюзий, которые делает наш мозг, он неправильно оценивает риски. Многие из нас боятся летать, хотя вероятность сегодня при поездке на машине либо в автобусе, либо на такси примерно в тысячу раз больше. Вероятность смерти. Угадайте самую частую причину смерти сегодня, в пятницу, среди таких людей возраста 30-35 лет. Ничего не слышу. Но сделайте некоторый рейтинг внутри себя. Обычно, по статистике, мы опрашивали с МГУшниками более 10 тысяч человек. Люди думают, что мы умираем от рака, от каких-то сердечных приступов или еще чего-то. Но сегодня большинство людей в России умрут от алкогольного обвинения и отравления. Это абсолютная правда. Также они будут умирать от ДТП и от травм. То же самое в информационной безопасности. Вот, кстати, эта книжка. Думаю, медленно, решай быстро. Ну, там много всяких этих штук. Вот это так, как выглядит российская информационная безопасность. Ну, не только российская, во всем мире. Для того, чтобы от кого-то защищаться с точки зрения безопасности, нужно узнать очень простую вещь. Ну, невозможно защищаться, если ты не знаешь, что это твой враг. Именно поэтому в каждой армии мира есть такое подразделение, которое называется разведка. Разведка говорит, кто враг, какое у нее оружие, когда он нападет. В информационной безопасности все не так. Сидят безопасники, и вот из ребят, кто знает историю с вирусами, вон Акра и Петя, которые были совсем недавно, очень защищенная компания, которая тратит миллионы долларов на информационную безопасность, все стояли. Это был мой любимый день. Если у меня были розы, я посыпал себя лепестками роз, но у меня не было роз. Приходилось просто работать в этот день. Поэтому люди не знают, от чего они защищаются, и поэтому происходят атаки, а злоумышленники этим пользуются. Поэтому, когда разрабатывается какая-то технология безопасности, в первую очередь нужно понимать, против какого конкретного врага она будет работать. Соответственно, им нужно понимать, для чего делают эти преступники. Основной мотив преступников получить деньги – это 98% всех компьютерных преступлений. Это означает, что они будут их пытаться воровать. Где их можно воровать? Интернет-банкинг, карточки, мобильные телефоны, банки, процессинг, банкоматы. И есть очень редкие преступления. Это преступления с целью кражи информации и кибертерроризм. Тем не менее, они есть, но они очень редки с точки зрения теории вероятности. Парочка мифов. Говорят, что хакеры очень сильно разбираются в программировании. Да, но это около 3% из их общего количества. В основном сейчас используются очень простые интерфейсы. Вот это веб-интерфейс. Предназначен для хищения денег в российских интернет-банкингах. Вот здесь вот нарисовано название банков сверху. Там промсвязь, банк, другие, не буду название называть. Вот здесь вот зараженные клиенты. Вот здесь вот сумма денег, которую можно украсть. 2,7 миллиона рублей, 508 тысяч, 5,8 миллионов рублей и так далее. Это обычный интерфейс. Тут не нужно никаких черных букв, зеленых экранов и наоборот. Достаточно купить интерфейс, прочитать факт и часто задаваемые вопросы. Можно начинать работать. Такой интерфейс, такой вот интерфейс. Это под Сбербанк, это под другие банки. Тут еще идет уголовное дело. Я просто закрасил название юридических лиц, в которых похитили деньги. Это просто потрясающее огромное количество преступлений. Оно самое популярное сейчас в мире. Потому что у каждого юрлица есть интернет-банкинг. Там есть деньги. Деньги нужны злоумышленникам. Нужно доставить вирус на компьютер, где сидит бухгалтер, и эти деньги разным способом украсть. Другой интерфейс, iBank, название банков сверху, и можно делать все, что угодно. Все очень просто, и это же страшно. Потому что каждый год уровень IQ людей, которые встают на темный путь, он все ниже, ниже и ниже. Потому что их больше, больше и больше. По поводу 2011 года, это было совсем недавно, уровень компьютерных преступлений стал настолько велик, что одна преступная группа, ее название Carber, ввела ограничения на количество денег, которое интересно на счету. То есть видите, сверху красным я выделил минимальный и максимальный остаток. Они выделяли всех клиентов, у которых на счету меньше 100 тысяч рублей, и отделяли их в отдельную технологическую подсеть, в отдельный ботнет, который назывался бомжи. И продавали каждый месяц на черном рынке новую партию свежих бомжей. А сами занимались крупными корпоративными клиентами. Это просто поразительно. При этом обратите внимание на качество компьютерной гигиены у нас в стране. Вот эта панель управления ботнетом Carber, приведен пример Российской Федерации, вот здесь вот. 1 миллион 443 тысячи компьютеров, которые заражены онлайн, вирусом, который находится на компьютере, где находится интернет-банкинг онлайн. То есть это 1 миллион 443 тысячи организаций в России, которые одновременно на своем компьютере, в том числе очень защищенном, имеют вредоносное программное обеспечение, которое крадет деньги. И слава богу, что эта технология находится не в руках террористов. Потому что хакерам черту не нужно взрывать что-то, им нужно просто украсть деньги. Их не интересуют атомные электростанции. Их интересует просто монетизация. Вот. Вот этот пример, ну как выглядит интерфейс для заражения компьютеров. Тут вот операционная система. Обратите внимание, там есть и Linux, и Mac. Ну если кто-то верит, что Mac не заражаем, он заражаем. Он просто никому не нужен, потому что вся российская бухгалтерия пользуется Windows. Для чего вам разрабатывать вирус, который будет работать на Mac, если на Mac нет денег, которые вы можете украсть. Вот. И лицензионная политика. Просто многие думают, что хакеры это борцы за свободу. Нет, это лицензионная политика использования этой программы. У человека, который создал эту программу, он сейчас сидит в Тольятти, в тюрьме, был отдел по борьбе с контрафактом. То есть они искали людей, которые неправомерно используют вот эту вредоносную программу. Вот. Кстати, за каждую уязвимость он платил 200 тысяч долларов. Вы можете посчитать, что если в месяц он покупал 30 уязвимостей, какое количество денег он имел для того, чтобы обеспечивать работу своей программы. Вот. Ну по поводу средств защиты. Вот эта преступная группа украла у 50 банков более миллиарда рублей. Вот так вот выглядит панелька управления. Обратите внимание. Ну то есть вот это зараженные компьютеры в каждом из банков. И видите вот эти вот значочки? Что это такое? Да, это антивирус. На компьютере, на котором спокойно существует вредоносная программа, стоит антивирус, за который вы платите деньги. И это совершенно никак не помешало преступникам украсть огромное количество денег. Со временем инвестиции со стороны преступности в технологии превысили инвестиции со стороны любой компании, которая занимается информационной безопасностью старого типа. Поэтому практически все антивирусное программное обеспечение стало гомеопатией. Я никого, надеюсь, не обидел? Она просто не работает, если что. Что-то вы притихли. Все на гомеопатии? Очень опасно. Вот. 86% зараженных компьютеров имеют на борту установленный обновленный антивирус. Почему так? Потому что компьютерные преступники не идиоты. Они никогда в жизни не отправят в продакшн вредоносную программу, которую не проверят на всех антивирусных движках. Мне сейчас очень нравятся компании по информационной безопасности и стартапы, которые говорят, мы будем использовать машинное обучение для того, чтобы задетектировать деятельность хакеров. А хакерам что запрещено использовать машинное обучение для того, чтобы обмануть машинное обучение, которое использует другая программа? То есть есть какой-то мораторий на использование машинного обучения? То есть нам можно, вам нельзя? Нет, это так не работает. У них есть супербыстрые действия, они супербыстро разрабатывают, используя все те же технологии, что и мы. Вирусы-шифровальщики используют алгоритмы шифрования, которые предназначены для информационной безопасности. Но что-то я завелся. Почему компьютерная преступность связана с организованной? Очень просто. Мало того, что нужно заразить компьютер, нужно с него вывести деньги, обналичить, получить их в виде кэша. Процент обналички по компьютерным преступлениям составляет 30-40%. Если хайтер крадет 1 миллион рублей, он 500 тысяч рублей отдаст классической организованной преступностью за обналичку. Именно поэтому в этот бизнес все больше и больше вовлекается старая организованная преступность, которая в 90-х годах занималась наркотрафиком, проституцией, убийствами, торговлей оружием и многими другими нехорошими вещами. Потому что компьютерное преступление нельзя потрогать, его можно сделать трансгранично. Мы вообще не понимаем, что такое компьютерное преступление. Мой любимый пример. Три уголовных дела в один год. Я буду очень быстро. Взлом рекламного щита на Садовом кольце. Мужчина взломал рекламный щит и стал показывать там порнографию. Было очень весело, потому что была пробка, скучно. Мужчина, я фамилию помню, Блиников, по-моему, украл у своей соседки по дачному участку 20 кустов роз и лилий. Он ночью перелез через забор, вырыл 20 кустов роз и лилий, перебросил через забор и посадил их у себя. Утром за ним пришла полиция. И господин Аникин украл у Королевского банка Шотландии методом компьютерного преступления в составе организованной преступной группы 10 миллионов долларов. Внимание, приговоры. Давайте сначала сделаем логичные приговоры. Наверное, штраф за взлом рекламного щита, наверное, штраф и компенсация ущерба за кражу кустов роз и, наверное, 5 лет колонии строгого режима за кражу 10 миллионов долларов. Но что-то пошло не так. 6 лет колонии за взлом рекламного щита. 2 года строгого режима за кражу кустов роз и 5 лет условно за 10 миллионов долларов. Если вы зайдете на YouTube и посмотрите ролик, который называется «Приговор Аникину» или что-то типа того, новость по первому каналу и по второму каналу пошла следующим образом. Прайм-тайм, вся Россия смотрит. Внимание, талантами молодого программиста удивился обворованный банк. За кражу 10 миллионов долларов молодой программист из Новосибирска получил 5 лет условно. На следующий день количество регистраций на хакерских форумах в России увеличилось в 300 раз. Пенсионеры, люди без образования, гастарбайтеры. Это же святое получается. Талантливый молодой программист, 10 миллионов долларов, 5 лет условно. Это он еще попался. Это как бы смешно, потому что я стараюсь все сложное делать смешным. На самом деле это вообще не смешно. Это новый тип преступности, который мешает развиваться в цифровой экономике. Все очень просто. Если вы делаете бизнес и не можете быть защищены, у вас не работает бизнес. Если вы создали стартап, у вас украли деньги с расчетного счета, на этом ваш стартап закончен. Если вы сделали сайт, который подает что-то в интернете, он недоступен, на этом ваш бизнес закончен. Закончен бизнес, нет налогов в казну, мы в финансовой катастрофе. Все это грустно. Но при этом государство и вообще общество развивается очень медленно. Если технически компьютер заражается вот так, 2017 год, графика в PowerPoint. Видели? Могу еще раз показать. Смотрите. Бауманка с красным дипломом. То смотрите, если это технически произошло, теперь нам нужно юридически запросить информацию об этом хакере. Представим, что он у себя на доме вывесил свой паспорт, не скрывается и сидит дома и орет, арестуйте меня, пожалуйста, я готов к этому. Очень простая последовательность. Это занимает примерно 6 месяцев, если страны между собой дружат. Но есть страны, которые между собой не дружат, поэтому все преступники используют комбинации хищения в тех странах, которыми не дружит та страна, в которой они находятся. Например, многие русские преступники сейчас переехали на Украину, и с территории Украины атакуют российских клиентов. А многие украинцы переехали в Россию, и с территории России атакуют украинские банки. И никто никого не ловит. Потому что вроде как присутствует политика, но политика не должна присутствовать против откровенного бандитизма. Это просто откровенный бандитизм. И опять же, хорошая мысль в том, что, ну типа, хорошо для человечества, что все хакеры сейчас охотятся за деньгами. Но сейчас уже появляются группы, которые связаны с кибертеррористами, и их задача совершенно не смешна. Их задача сделать так, чтобы что-то взорвалось. А с учетом того, что цифровое оружие, оно одинаковое, то есть метод доставки вредоносного ПО одинаков как для кражи денег, так и для взлома энергетической компании, есть очень большая вероятность, что человечество пойдет по классическому сценарию. Ну вот недавно, вернее два года назад мы с нашими коллегами моделировали ситуацию, когда полностью защищенная система ГЭС была в виде виртуальной такой станции построена, взломана, и город виртуальный, ну абсолютно реальный, но в виртуальной среде был затоплен. Просто сейчас это не происходит, потому что хакерам это не нужно. А это может произойти, и человечество пойдет по классическому периоду. У нас нету сейчас до сих пор международной конвенции о борьбе с компьютерной преступностью. Мы очень многие запросы отправляем на бумаги в 2017 году. А человечество борется с проблемами классическим методом. У нас после Первой мировой войны появилась Лига наций. У нас, мы начали как-то лучше общаться после Второй мировой войны, появилась организация объединенных наций, задача которого хоть как-то контролировать мир на Земле. Мы получили соглашение о нераспространении ядерного оружия только после Карибского кризиса, когда мы чуть не стерли весь мир с лица Земли. Ну и, скорее всего, должно что-то очень сильно бахнуть, должно погибнуть люди, чтобы мы получили соглашение о конвенции о борьбе с компьютерной преступностью. Я надеюсь, что это произойдет до того, как что-то бахнет. Но судя по тому, что у нас человечество ничему не учится, скорее всего, что-то бахнет. Вот последняя атака Пети, она была очень близца тому, чтобы что-то бахнуло. Потому что нефтяные компании, заводы, они просто встали и не производили что-то несколько недель. Это было первый раз в историю человечества. Это дает огромное окно возможности для людей, которые хотят заниматься инновациями в области информационной безопасности. Или если у вас есть мозг, вы понимаете, кто есть враг, и придумываете, как решить какую-то проблему, вы точно будете счастливым и богатым, и у вас будет очень интересная работа. Если кому-то интересно связать свою жизнь с нашей компанией, по всему миру ловить плохих ребят, создавать крутые технологии, пишите нам, берем на стажировки. Нашему, как я говорил, нашему сотруднику 14 лет. У нас вообще там классно все. Девушки даже работают, прикиньте. Спорт, всякие там крыши эксплуатируемые, йоги, тайский бокс, всякие гонки героев, английские, путешествия, ловля хакеров. Ну вот на этом все. Спасибо большое. Нет, не все. Мой инстаграм, сачкод. Сачкод. Самый веселый инстаграм в мире.